Если бы вам сказали, что вы, в Алакжане, отдыхаете летом так же, как и ваши предки сто лет назад, вот вы бы в это поверили или нет? Я бы, скорее всего, нет. Довольно-таки сложно представить, что наш летний отдых за сто лет, он совершенно не изменился. Мир же он постоянно развивается, наука и техника, они непрерывно его меняют, ну, в том числе они меняют и летний досуг человека. Чего только стоят различные парки аттракционов в крупных городах со всевозможными каруселями. О таких развлечениях наши предки даже не мечтали. Как же люди проводили свое свободное время летом сто лет назад? Есть интересные заметки одного в Алакжанина, опубликованные еще в начале 20 века, в которых он подробно описал стандартный досуг горожан тех лет. Предлагаю с этими заметками ознакомиться и сравнить, насколько все же мы отличаемся от наших предков в части летнего досуга. Или, может, все-таки не отличаемся? Универсальным отдыхом у Алакжан в те времена было гуляние на бульварах. Публика туда стекалась со всего города. Причем выбирались целыми семьями, со всеми домочадцами и просто бесцельно бродили по бульварам взад и вперед, беседуя обо всем на свете. В этом плане в Алакжане сейчас не особо изменились, и на той же Соборной горке летом, теплыми вечерами нынче можно увидеть немало горожан, которые также бесцельно бродят и наслаждаются хорошей погодой. Кстати, Соборная горка в начале 20 века была очень любима молодежью, поскольку там довольно легко можно было познакомиться друг с другом, представителем разных полов. Не знаю, как сейчас с этим делом на Соборной горке, но вот в начале 2000-х таким местом для знакомства у нас, студентов, была площадь революции, или на худой конец бульвар за памятником Ленину на проспекте Победы. Народное название этого места произносить не стану, а то еще, не дай бог, забанят в Ютубе за такие формулировки. Частенько на бульварах и Соборной горке, кстати, играл гарнизонный оркестр для увеселения праздно шатающейся публики. Сейчас такое уже не встречается, но музыкантов, любителей, развлекающих горожан летом, в принципе, увидеть иногда все же можно. Прогресс в начале 20 века добавил вологжанам еще два летних развлечения в городе. На одной из них мы тратим свободное время, кстати, до сих пор, и это кино. Тогда это, правда, называлось электротеатр, и пользовалось безумным интересом, и, ну, кстати, не только летом, а круглый год. А вот для другого летнего развлечения, подаренного нам прогрессом, горожане собирались вечерами у железнодорожного вокзала и встречали приходившие поезда. Сейчас так свои вечера точно уже никто не проводит. Самым же популярным досугом в Старой Вологде были вылазки на природу. Хотя город был тогда и небольшой, но люди, видимо, тоже уставали в те времена от городского быта, как, собственно, и сейчас, и поэтому отправлялись гулять в пригородные села. Самым излюбленным пешим маршрутом был маршрут в село Ковырино. Сейчас это район Волобе у стадиона Витязь на улице Гагарина. В те времена в том районе были хлебные поля, прекрасные березовые аллеи и огромный сад. Обычно, вдоволь нагулявшись в тех местах, в саду горожане останавливались с самоваром. Усиленно пили чай, ну и что покрепче. Ну а потом уже возвращались обратно в город под вечер. Те, кто не любил топтать ноги, выбирали речные прогулки на лодках. Брали они лодки в прокат тогда обычно у Красного моста. Там их всегда было в несколько десятков различных размеров и цветов, в общем, на любой вкус. Плавали либо в Прилуке, либо в сторону Турундаева. Большинство предпочитало двигаться в сторону Прилука. Оттуда было легче возвращаться обратно, после того, как нагребешься веслами в одну сторону. Это направление пользовалось еще особенной популярностью 3 июня, в день Дмитрия Прилуцкого, когда в монастыре был праздник и совершался крестный ход из города. Все берега тогда на подходах к монастырю были просто усыпаны отдыхающими, так что не всем хватало места для чаепики. Направление же в Турундаево, хоть и было менее популярно, но горожане тоже любили бывать в той стороне, поскольку там был неплохой сад в усадьбе купца Сорокина. Сейчас это район улицы Турундаевская. Доступ в сад был свободным для всех горожан, пользовался популярностью. Предпочитала те места более всего, конечно, молодежь. Они любили останавливаться часто по берегам, и даже с ночевкой и под открытым небом они устраивали танцы и различные нехитрые игры. Люди постарше предпочитали выбираться летом чуть подальше от города на охоту и рыбалку. Птицы и рыбы под Вологдой в те времена водилось немало, как сообщают нам источники тех лет. Ну и, конечно же, любой описанный ранее летний досуг тогда не обходился без алкогольных напитков. Ну а кому вот все эти прогулки по городу и на природе были не особо интересны, они им шли сразу кутить в кабаки и рестораны, коих в небольшой таковологе было довольно-таки много. На этом, в принципе, основные способы проведения летнего досуга для большинства Вологжа в начале 20 века, в принципе, и заканчивались. Правда, если у вас тогда водились хорошие деньги, то вы могли позволить себе более изысканное времяпрепровождение, чем то, про которое я рассказал. Но, в принципе, это и сейчас так же. У кого есть деньги, может позволить себе более шикарный отдых. Получается, что, в принципе, если сравнивать, то мы не так уж далеко ушли от наших предков в некоем таком базовом летнем отдыхе. Также гуляем по городу и ездим на природу, на пикники. Ну, а некоторым так же, как 100 лет назад, если до этого нет никакого дела, им достаточно просто зеленого змея, чтобы летний досуг удался. Конечно, какие-то технические средства позволяют наш отдых сейчас делать более интересным и насыщенным. Но здесь уже, как говорится, от человека зависит, если у него такая потребность или нет. Кому-то, кстати, и диван лучше летний отдых. Ну, а как у вас с летним досугом? Так же, как у наших предков? Или более насыщенно все происходит? Напишите в комментариях. Меня же зовут Слав Ерохов. Это канал История Вологды. И мы с вами обязательно увидимся в будущем.